я вам сейчас покажу даже немножечко расскажу здравствуйте меня зовут дмитрий танкович окунемся в то что произошло последние пару дней иронично и сарказмом чтобы поднять вам настроение я думаю вы помните если это видео вам будет симпатично поддержите лайк комментарий подписка на канал спасибо давайте начинать хотя если откровенно начать позитива будет непросто в тот момент когда я записываю это видео еще продолжает поступать информация последствиях после массированного удара россии по объектам энергетической инфраструктуры украины враг применил 151 средства воздушного нападения 92 воздушные цели уничтожены силами пв украины а это 55 шахедов и 37 ракет пострадали харьков запорожская сумская днепропетровская область сообщается об ударе по гидроэлектростанции в днепре в результате удара по днепрогаз произошла масштабная утечка нефтепродуктов в реку днепр эта атака стала одной из самых масштабных сначала полномасштабного вторжения и в то же время появилась новость что сша призвали украину прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводом мотивирует это тем что удары бпла могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры вот давайте откровенно ответные меры мы уже видели да и до этого видели много раз напомним прошлой зимой путина его товарищи сделали все чтобы уничтожить энергетическую систему украины но украина выстояла тем не менее я хочу спросить у вас а как вы думаете стоит ли украине прислушаться к меню важного партнера в лице сша или все-таки надо несмотря ни на что стараться и дальше наносить врагу максимальный ущерб и на фронте и в тылу напишите пожалуйста об этом в комментариях некоторые эксперты считают что массированный удар по энергосистеме украины был осуществлен не только как ответная мера за удары по нефтеперерабатывающим предприятиям россии еще и как ответ президенту франции эммануэлю макрону на его заявление о возможной отправки французских военных в украину эту теорию поддерживают поддерживают и косвенные доказательства новое видео записали официальные распространители запаха корвалола и нафталина на территории россии те кто поставил крест на своей жизни и при этом вышивает путина крестиком отряды путина сделали новое заявление крон разбирайся своей стране со своими лягушками корми своих людей а мы сами разберемся на украине предупреждаем тебя макрон чтобы ты не совал свой нос в нашу страну в нашу любимую россию разберись со своей страны у тебя что мало проблем своей стране разберись со своими фермерами несчастными разберись со своими митингами зачем тебе нужно совать руки в нашу страну мы тебя предупреждаем если уж пенсионеры россии восстанут против тебя то тебе макрон придется очень туго крон ты собираешься в россию тебе хочется быть губернатором города одессы но ты запомни одесса это русский город запомни это навсегда и к нам сюда не суйся лучше мы отряд путина тебя категорически предупреждаем ты что историю не учил макрон ты знаешь как наполеона погнали быстренько и тебя выгоним так что запомнил россии делать нечего ни в каких наших городах не только в одессе но везде гореть точно так же пламенем поэтому не солдат своих накрутили вот знаете наметилась плохая тенденция они перестали быть смешными они все больше напоминают скобееву и симонян лет через десять я не знаю если у этих пенсионерок внуки но думаю что если есть то эти внуки очень хорошо учатся и прекрасно себя ведут в школе потому что нормальные родители шантажируют своего ребенка такой бабушкой не закончишь четверть на отлично поедешь на каникулы к бабушке и все ребенок понимает начинает учиться на отлично а еще конечно просто убивает цитата разберись со своей страной у тебя что мало проблем стране конец цитаты пенсионерки в принципе скальта все правильно только надо говорить не не макрону а тому за кого они голосовали ведь судя потому что они сжигают портреты эмманеля макрона в ведре это их единственный привычный источник отопления кстати после удачного голосования таких пенсионерок на так называемых выборах в россии уже стали появляться изменения в стране вот пожалуйста дмитрий песков начал называть так называемую своего войной цитата мы находимся в состоянии войны да это начиналось как специальная военная операция но как только там образовалась эта компашка когда коллективный запад стал участником этого на стороне украины для нас тоже стала войной я в этом убежден и каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации конец цитаты песков правда не сообщил означает ли это что теперь из российских тюрем выпустят тех кого туда посадили за то что они называли войну войной самого начала но посмотрим идем дальше официальный представитель российского мид и неофициальный представитель тройного одеколона мария захарова заявила что россия считает законной военной целью сеть разведывательных спутников над которой работают сша и компания space x но судя по тому как развивается космическая отрасль в россии а напомню пару дней назад россия не смогла с первого раза запустить ракету мкс это будет конечно непросто есть есть возможность конечно вернуть в роскосмос рогозина и уж он то точно с помощью батута и палки сможет сбить все американские спутники но не только захарова и песков после завершения выборов в россии загрязняют окружающую среду своими заявлениями ведь так называемые выборы в россии закончились а вот фантомные боли остались я сейчас про российских пропагандистов амбассадор лицемерия в россии маргарита симонян заявила что такого процента голосов как набрал путин на выборах 17 марта не смог набрать ни один другой президент в современной россии конец цитаты вот капец выборы закончились уже давно закончились все все понимают а маргарита продолжает как бы бегать и уговариваете нету ну правда он столько на прошло серьезно стран конечно по службому списке маргарита симонян нет граф и гимнастка нож прогибается она конечно мастерски хотя это тот случай когда она хотела сделать приятно другу а завела врага для понимания напомню что в списке других президентов современной россии остался только вот он до борис николаевич ельцин не в счет он сейчас глядя оттуда вот на происходящее в россии постоянно вот там вот переворачивается а вот медведев таких слов симонян точно не забудет а мы помним дмитрий анатольевич за словом в карман не лезет вот у него вообще в каждом кармане уже сразу готовые посты для твиттера и телеграма в общем ждем как минимум словесный баттл между симонян и медведевым скажу откроен даже не знаю на кого поставить в этой битве до выборы в россии закончились но почему-то до сих пор появляются фото и видеоматериалы связанные с этим российским неприродным явлением а порой даже не просто видео а сразу готовые блокбастеры пожалуйста санкт-петербург школа номер 260 участок номер пять согласитесь теперь том круз и дэниэл крэйк будут гораздо тщательнее читать сценарии новых фильмов миссия невыполнимая и джеймс бонд потому что такой блокбастер как мы увидели перебить непросто хотя стоп была новость что дэниэл крэйк больше не будет играть джеймса бонда возможно вот он принял это решение после того как увидел это видео хотя давайте откровенно были и в нем проколы во-первых охранник но играл же он очень неубедительно было ощущение что он прям переигрывает когда делает вид что не видит как женщина ползет к урне а еще я знаю каким будет тизер к этому блокбастеру для тизера можно взять цитату того же пескова вот она выборы в россии были абсолютно чистыми и это невозможно оспорить конец стат конечно тут не поспоришь женщина на видео когда ползла на коленках до урны сделала пол абсолютно чистым и казалось бы можно закончить на этом но как бывает жизни у любого классного фильма обязательно должно появиться продолжение появилась она и в данном случае джеймса бонда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А может быть, уже пошли в народе слухи, что если прикладывать бюллетени с голосами за Путина, то это поможет избавиться от лишнего веса А еще важно отметить, что режиссер фильма, видимо, узнал о негативных оценках актерской игры охранника в первой части фильма Поэтому второй части охранника уже просто нет В общем, можно с уверенностью сказать, что Россия, конечно, победила Голливуд, но это не все победы России на сегодня Еще в России победили РАК Я сейчас серьезно? Официально об этом пока не сообщали всем, но я знаю Ну, как знаю? Я сделал этот логичный вывод из следующей новости В Ростове-на-Дону больше не нужны онкологи Вот, и поэтому их решили сократить Что интересно, заботливая российская система не выбросила врачей на улицу Попавшим под сокращение онкологам предложили стать уборщиками или администраторами в ростовской больнице Мне кажется, что это только начало большого процесса медицинских реформ от нового президента России Поэтому ждем, когда по его поручению Госдома примет соответствующий закон И в российском медиа сократят обучение с 6 лет до 2 месяцев Ну, тоже зачем столько лет учиться в медицинском вузе, если по факту ты будешь просто там убирать Кстати, более 50% российских врачей утверждают, что им не хватает денег на жилье и еду Хочется, конечно, сразу задать вопрос Где деньги, Зин? Да? И ответ на этот вопрос есть Путин простил в вине и обисал почти 27 миллионов долларов долга Вот, Россия щедрая душа Тем более, что если не деньгами, то чем-то другим Россия, конечно, обязательно поможет своим гражданам В Приморье участников войны в Украине будут бесплатно обучать мастерству маникюра Такую закупку проводит областной центр занятости населения По итогам курсов слушатели должны получить и практические, и теоретические навыки для дальнейшего трудоустройства А я знаю, почему не только практические, но и теоретические Просто практически не всем участникам так называемые СВО подойдут Некоторым из них маникюр уже не нужен Ну, потому что шелак на дереве или металле, он не очень хорошо держится Руководство России готово поддержать своих граждан и словом добрым Вот, и Путин, Путин, вернее, восхищают жители приграничных регионов России Прежде всего хочу выразить слова благодарности и восхищения жителями Белгородской области и других пограничных регионов Хочу сказать, выразить слова благодарности за ваше мужество И, конечно, мы сделаем все, чтобы людей поддержать И тех, кто потерял бизнес, и просто рядовых граждан Кто потерял жилье Ну, и по многим другим Не буду все перечислять Есть над чем работать И мы все сделаем, все, что от нас зависит А в конце этой речи Путин покашливает Обратили внимание? Но и сразу же переживать не стоит Если вдруг у Путина случится онкология, то он знает, куда обратиться Правильно? К администратору или уборщику в ростовской больнице Ну, действительно, жителям Белгородской области сейчас не сладко Потому что Россия бомбит эти российские территории Нет, я сейчас не оговорился Об этом сообщает военный обозреватель Юлиан Репки Это военный обозреватель издания Билд Цитата На видео показаны массированные российские авиаудары по России Хотя враждебные режимы силы захватили лишь одну улицу В маленьком селе Козенко Белгородской области Путин ответил жестокой силой Например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАП-500 С истребителей-бомбардировщиков Конец цитаты А еще в Белгороде из-за обстрелов Временно закрылись рестораны «Вкусная и точка» Ну, я подумал, что хоть какая-то позитивная новость должна быть для жителей Белгорода Хотя надо признать, что белгородцы пытались достучаться до того, кого они выбрали большинством голосов Они делали это по-разному Даже писали на Первый канал Вот, Первый канал их услышал После того, как белгородцы начали жаловаться на обстрел Первый канал вот взял и закрыл свои комментарии во ВКонтакте Нет, ну правильно, нет комментариев, нет проблем Но если говорить о ситуации в Белгороде То больше всего меня, конечно, поразила другая новость Российские пользователи Google, судя по популярным запросам, при поиске по слову «Белгород» Вообще не уверены, что он принадлежит России Одним из основных запросов по этой теме были Внимание! В каком году Белгород стал российским? На каком языке говорят в Белгороде? Чей Белгород? Украина или Россия? Когда Украина потеряла Белгород? И кто напал на Белгород? Знаете, меня эти запросы не удивили Потому что глядя на то, во что сейчас превращены образование и культура в России Чему удивляться? А когда видишь, как российская власть реагирует, например, на ту же ситуацию в Белгороде Когда сначала обстреливают свои же поселки в Белгородской области А потом наносят массированный удар по энергосистеме Украины Понимая, что какими-то вот уговорами, переговорами, санкциями Путина остановить не получится И когда американские партнеры Украины предлагают прекратить удары по нефтеперерабатывающим предприятиям России Возникает ощущение, что это ошибочное мнение Потому что для того, чтобы победить Путина, нужна сила, уверенность, в чем-то даже наглость И такое красивое украинское слово, как незламность Но это мое мнение Что думаете вы по этому поводу, мы узнаем из ваших комментариев И по традиции, в конце все-таки немного реального позитива Новая глава Международного уголовного суда в ГАГе заявила, что Путин не избежит ответственности за войну в Украине На вопрос журналистов, ответит ли Путин за свои военные преступления в Украине Тамоко Акане процитировала пословицу Месть небес медленная, но верная Красиво сказано, уверен, что придет время, мы с вами будем обсуждать какое-нибудь такое фото И именно в этот момент какой-нибудь новый поэт уже из новой России в качестве благодарности Напишет стихотворение в стиле Есенина Акане ты моя, Акане Поэтому выше нос и продолжаем помогать Украине На сегодня это все, поддержите это видео лайком и обязательно подпишитесь на канал Давайте в комментариях тоже пообщаемся Слава Украине! Живей Беларусь! До встречи!